Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всем привет! Это Малоземов проверит. В сегодняшнем ролике хочу ответить на один из вопросов, которые прозвучали в комментариях. Примерно так было сформулировано. Вы нас все время пугаете сахаром. А я вот подсчитал, во фруктах тоже очень много сахара. Как же быть? Отвечаю. Фрукты отличаются от того сахара, который мы добавляем в наше блюдо. Чем? Принципиальнейшей вещью. Там сахара, прежде всего фруктоза, связана с клетчаткой. А это очень важно, потому что клетчатка в своих разных видах препятствует моментальному всасыванию этого сахара. А сахар опасен в значительной степени прежде всего тем, что он создает такой пик своей концентрации в крови, очень быстро всасываясь. И организм реагирует, конкретно поджелудочная железа, реагирует выделением большого количества инсулина. И когда эта ситуация повторяет... Ну, чтобы запасти где-то этот сахар, куда-то его деть. И если эта ситуация повторяется раз за разом, то клетки, прежде всего печени, перестают быть чувствительны к инсулину. Просто они устают постоянно от того, что им молотком по голове бьют. И они, поскольку перестают быть чувствительнее, поджелудочная железа выбрасывает все больше инсулина, пытается им постучать посильнее. И это порочный круг, который ни к чему хорошему не приводит. Возникает метаболический синдром, дальше провоцируется раннее возникновение сахарного диабета. И это та история, в которую никому не пожелаешь влипнуть. Это испорченное здоровье. Чем отличаются фрукты? Тут надо начать с того, что сахар, который мы добавляем в продукты, это с химической точки зрения сахароза, это молекула, состоящая из двух частей, из глюкозы и фруктозы. В организме они очень быстро рассоединяются, а фруктоза довольно быстро перерабатывается в глюкозу, которая является основным видом топлива химического, энергетического в нашем организме. И вредные последствия, повторюсь, наступают тогда, когда много этого сахара. Так вот, во фруктах содержится в основном фруктоза, про которую часто пишут, что это не тот сахар, это полезный сахар. Вот любители меда тоже самое любят говорить, что у нас тут не сахар, у нас фруктоза, а это совсем другое дело. Ничего подобного. Фруктоза, как показали многочисленные исследования, в чем-то даже хуже, чем обычная сахароза, которая наполовину состоит из глюкозы, наполовину из фруктозы. У нее много очень вредных последствий. Если, опять же, перебарщивать. Я напомню, что лимитом являются примерно 36 граммов для мужчины в день, примерно 20 граммов для женщины. Это очень небольшое количество. Причем речь идет о содержании во всех продуктах, кроме цельных фруктов. Сок тоже идет в счет. Потому что там клетчатка удалена, и сахар находится в быстрорастворимом виде. Поэтому цельные фрукты или смузи. Потому что смузи, когда вы перемалываете целиком овощи или фрукты, там клетчатка перемешивается. То есть она никуда не девается, она как была, так и осталась. Просто измельчена. Поэтому там не происходит такого быстрого всасывания сахара тоже. Фруктоза имеет ряд своих негативных воздействий. В частности, именно ее обвиняют в том, что ее много в кукурузном, например, сиропе, которым подслащают зачастую и газировку, и ее используют в сухих завтраках, вот в этих кукурузных хлопьях. В Америке это особенно распространено. И она, например, тормозит работу мозга. То есть было такое исследование, я посещал автора этого исследования в Лос-Анджелесе, в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Заголовок об этом исследовании был примерно такой, что «От сахара тупеют и люди, и мыши». Там кормил он мышей вот этим кукурузным сиропом, причем не какими-то лошадинами дозами, а такими, которые реальный человек получает в пересчете на единицу массы тела. И действительно ухудшалась существенно работа мозга. Мыши теряли сообразительность, теряли способность находить выходы из лабиринтов и так далее. И это же происходит и у людей тоже. Поэтому пытаться заменить сахар фруктозой, именно вот такой добавленной, порошковой, или той, которая в меде, то есть не связанной с клетчаткой, это плохая идея. Спрашивают иногда люди, а вот что, если попытаться обмануть вот всю эту систему и в десерты, в какие-нибудь сладости добавить клетчатки? Ну, например, в виде отрубей или в виде пектина? Нет, это так не работает. Проводились специальные исследования на эту тему. Что будет? К сожалению, вот тут лайфхак не удается. И хорошо смягчаются эти сахарные пики только в, так сказать, в природном виде, когда вы съедаете цельный фрукт, ну или размалываете его в виде смузи. Только там сахар, как следует, соединен с клетчаткой и не всасывается очень быстро в кровь, не наносит удара по нашему здоровью. Поэтому ешьте фрукты побольше, ешьте сладкого выпечки, всяких десертов поменьше. Будете здоровы! На здоровье и приятного аппетита! Пишите в комментариях, чего еще проверить. Я обязательно это сделаю. Увидимся!